Здорово, чуваки, это новый видос, и я думаю, что вы по обложке этого видео и по названию поняли примерно, что будет сегодня происходить. То есть, эту идею мы взяли у Exile, вы, возможно, её видели, но если вы её не видели, то это даже отлично. Смысл такой то, что из огромного дремучего леса нам нужно без денег каким-то любым способом добраться до самого центра города. И кто это сделает быстрее, выигрывает 5 косарей, а кто проигрывает, он ему отдаёт. Вот именно кто последний добирается, то есть кто будет третий, нас будет завтра трое, вот кто именно третий добирается, тот и проигрывает. И чтобы всё было по-честному, я позвонил Алану и сказал, что ему нужно будет заказать нам такси, чтобы мы не знали, куда мы едем. Он заказывает нам такси, мы надеваем шапки вот так вот на лицо и едем вообще непонятно куда. То есть, потом мы попадаем в лес и без учёта всяких вот этих карт, телефонов, без звонков, без всего этого, мы должны каким-то любым образом добраться до центра города и посмотрим, кто выиграет. Ну вот я на самом деле надеюсь, что я выиграю, потому что я немного так идей поднакидал, у меня есть парочку вариантов, как можно добраться максимально быстро. Я вот лично болею сам за себя, вы можете, кстати, написать в комменты, за кого вы будете болеть сегодня. Чувачки, давно не виделись, время 10 утра. Я заказываю этим бродягам такси, чтобы они, типа, попали в лес. Я нашёл очень крутое место, я думаю, они, блядь, не догадаются, где оно. В общем, ребята, такса найдена. Сейчас я позвоню Тарасу, скажу, что она подъедет через 3 минуты. Звоню, ой, блядь, номер, номер там убери, номер скрываем, известная личность всё-таки. Ну, короче, звоню Тарасу. Алло. Ну, это, ждите машинку, 3 минуты. Ну, всё, давай. Так, всё, ребята, такса найдена, она через 3 минуты подъедет к моим чувачкам. Я позвонил уже Тарасу, всё, ему сообщил. Они там уже на готове ждут, так что смотрите, очень интересный видос. Там вообще всё, пушка, огонь. Смотрите. Затем мы каким-то чудом нашли такси и отправились в очень далёкий лес. По моему ощущению, мы ехали около часа. В дикий холод. Из леса, который сзади меня, нужно добраться до центра города. Кто это быстрее сделает, тот получает 5 косарей. И самый прикол в том, что у нас будет вообще... Нисколько денег у нас не будет. Просто без денег нужно добраться из вот этих диких лесов в центр города. И вообще нам нужно максимально любые способы использовать. Как-то, я не знаю, добираться на попутки, пешком, бежать на велосипеде, какие угодно. И играем мы на время. Сегодня по традиции классическим сквадом мы собрались. Здесь я, Кирей и Ярик, который это снимает. В общем, ребят, на улице пиздец холодно. Нам сначала нужно, получается, с этого леса выйти. Дойти сначала до дороги, потом ставить попутку. Ну вот тачка уже едет, чувак. Можешь сразу ехать на попутки. Будет, во-первых, очень сложно. Не факт, что нас первая попутка довезет. И типа... Ну вот, в общем, такой расклад. Главный минус этого челленджа, что на улице дикий ебун. И придется добираться, скорее всего, пешком. Да, на самом деле, Влад прав, потому что на улице, я не знаю, где-то, может, минус 20 градусов. И мы находимся в какой-то степи, где какой-то ветер постоянно дует. Прям не просто какой-то ветерок, как в городе. Так как тут нет зданий, тут просто какие-то ветра максимально мощные. Ну все, давайте, я думаю, начинать стоит уже. Да. Все. Раз, два, три. Все, ребят, мы отправляемся в путь. По крайней мере, я вот, пацаны, где-то сзади. И пока что у нас одна дорога тут со всеми. Я думаю, нужно ускоряться. Как минимум, потому что мне холодно. А во-вторых, потому что я должен выиграть этот ролик. Я уже двинул в сторону центра города. Я иду пока что первый, а не сзади. Вообще, честно, не знаю, что буду делать. Мы находимся в какой-то пустыне снежной. В общем, ребят, мы уже выдвинулись, получается. Идем в сторону трассы, чтобы ловить попутку. Вот, кстати, замечательный пейзаж. Зимний называется. Наблюдаем, лицезреем. Вот она, русская природа. Я не знаю, прошел, может, метров 100-150 от той точки, от которой мы начали. И я начинаю слышать лай собак. Тут, блядь, какая-то деревня, помимо вот этого всего огромного леса, что сзади. И тут могут быть дикие собаки, либо вообще какие-то другие рандомные животные, на которых бы я вообще максимально не хотел нарваться. Мы не знаем, где мы, потому что Аланчик, он сейчас находится в другом городе. Он заказал нам такси в рандомное место. Надо найти кого-нибудь, спросить, где мы находимся, в какой стороне вообще город. Там, где город, там и победа. И пока я, на самом деле, даже не могу представить, как нам выбираться. И самый второй прикол, то, что мы не можем не пользоваться как деньгами, как я уже говорил, так и всякими средствами интернета, связи и всем вот этим. Вот я дошел до какой-то развилки, до трассы. Теперь нужно понять, в какой стороне город. Там или там. Пацаны уже съебались туда, в сторону какой-то дороги, большой трассы. А я увидел здесь вот такую вот остановку автобусную. Я не знаю, вот она сзади. И на самом деле я даже не верил, что здесь могут быть автобусы, потому что тут какая-то деревня, вон сзади там лес. И вот едет машина. Вот как-то так. Я не знаю, можешь попросить довезти, но пока что попробую подождать автобус. Здравствуйте, вы не подскажете, тут автобусы ходят? Нет. А как добраться можно до города? Да, только есть. А там остановка есть? Нет, остановка нет, только тормозить. Ага, спасибо. Новости плохие. Сейчас спросил у девушки, как добраться. Есть ли тут автобусы, ну как обычно в Рашке. Остановка есть, автобусов нет. Она говорит идти на трассу и просто тачки тормозить. Блядь, ну а там уже пацаны пошли и типа, мы что вместе поедем? Нет, тогда мы, блядь, никто не выиграет. Нам в любом случае надо как-то разделиться. Ну я на самом деле их даже сейчас не вижу. Они уже прям далеко куда-то ушли от меня. В общем, ребята, я уже добрался до трассы. Машин, как видите, нету. Сами понимаете. На новогодний векенд все решили отдохнуть, и поэтому тут машин вообще мало. Я попытался словить одну попутку, но я как-то немного постеснялся, закринжевался и не вытянул руку. Я думаю, что люди, которые сейчас едут сдач, могут докинуть меня спокойно до города. Если они такие злые. Надеюсь, что челик, который будет меня довозить, ну, до города, он, блядь, не окажется каким-то, блядь, стрёмным типом. Это будет вообще стрёмно, блядь. Тем более с камерой, нахуй. Машин ему еще не понравится, хуй знает. Уже машин 3 проехал, а я уже пизец заебунел. Вот на таком, в такой тайге, блядь. Хуй знает, где находишься. Короче, я прошел мимо пацанов. Они, блядь, были около трассы, вот там где-то сзади. И они просто стояли, я не знаю, что они там делали. Мне это на самом деле даже неинтересно. А я сейчас иду чуть, иду чуть дальше, в сторону какого-то, надеюсь, населенного пункта. Потому что, как я примерно прикинул, и как мне сказала женщина, что город именно в той стороне. Я надеюсь, там будет либо какая-то маршрутка, либо автобус, либо электричка. Но на крайний случай, я хотя бы от пацанов уже начал отрываться. Потому что они просто стоят и ждут. А я уже начал от них отрываться и, как минимум, их опережаю. Еще хочу сказать, что я сильно заебунел. Пока что проехала одна машина. Думаю, следующее надо 100% стопорить и уже в нагулу горить. Можете, пожалуйста, довезти до города. Иначе тут так можно бросать вечность и замерзнуть, заболеть и, возможно, умереть. Ой, блядь. Мне кажется, я тут долго буду стоять. Это вообще пиздец. Машина уже 6-7 проехала. Самое главное в этой глуши, блядь, как-то выбраться и все. Потому что, как я и говорил, уже машина, блядь, 8, блядь, проехала. Всем ставить ночью достать на людей, которые мерзут на улице, блядь. Так, ребят, тут на самом деле небольшая проблема у меня. Тут снегоуборочный трактор, который сыпет снег, блядь, прям на ту штуку, где я иду. И как мне, блядь, пройти туда? Хуй знает. Ой, я вижу то, что Ярик останавливает машину. О, кто-то вроде остановился. О, нихуя, ребята, мне. Мне кто-то остановился, ебать, корюшка. Блядь, чуваки, прикиньте, Ярик уже поймал попутку и сейчас уже едет в сторону города. Это, походу, проигранная катка. Сейчас попробую пробежать под этой штукой прям. О, спасибо, спасибо. Спасибо и доброму работнику. Он выключил ее прям передо мной, я смог пройти. Да это, блядь, сейчас прям, знаете, классическая такая русская погода. Солнечно-морозно. Пиздец, как холодно. Сорри за мат, но я, блядь, двигаюсь к городу. Все равно город. Просто видео снимаем и нужно доехать без транспорта. Совсем большое. И чтоб вы понимали, Алан постарался. С этой игрой прям вообще жестко, потому что он выбрал максимальное ебеня. Вот вы сами посмотрите, что вокруг меня. Повсюду какие-то леса, трассы и какие-то деревушки, там домики стоят. Я не знаю вообще, в какую сторону от этого, от нашего города он это все заказал. Короче, ребят, я прошел уже километра два, я думаю, от той точки, с которой мы начинали. И пока что, кроме трассы, особо здесь ничего нет. Только впереди, еще где-то в километре, я вижу деревушку или какое-то поселение. Я надеюсь, там что-то будет с транспортом, либо там уже будет попутка какая-то. По крайней мере, потому что пока что я иду навстречу машинам и не могу вызывать попутку, так как если я буду идти спиной к машинам, это, пиздец, будет небезопасно. Можно посмотреть, во сколько есть явно с электрички. Хотя до аэрофлота до прошлого, до войны, ну без денег, ну зайцем что, почему тоже. Все, там что, ну бесплатно, бесплатно зайцем там. Ревизор работал, ну из вагона вагон перешел, что-то. Деревня уже очень близко, и я вот, по крайней мере, сейчас нахожусь около надписи 1А на знаке вот на этом. Без маски ездишь, маску наденьте, я говорю, вот, закройте. Я говорю, ну разносильно то, что вы попросили обратить связь, то есть я вам сказал. Я говорю, какое вы имеете право мне указывать, то, что мне делать, достаньте от меня, интересно. С одной стороны, новости хорошие, с другой не очень. Хорошая новость заключается в том, что деревня уже прямо за моей спиной, вот она, преднеется. А вторая новость, я свернул, блядь, с трассы и иду, блядь, по тропинке, где каждый мой шаг, и снег проваливается, пиздец, и тут буря вообще дикая максимально. В общем, я поймал попутку, и я добрался до... практически до города. Я подобрал какой-то добрый мужичок на фуре, ну или как его можно назвать, и докинул меня досюда. Вау, вот это малыш. Останови машину, подберем ее. Я считаю, это выгодная сделка, тем более за бесплатно, ведь нельзя пользоваться денежными средствами в этом челлендже. Но не удалось заснять, потому что дяденька этот был против, но я ему все рассказал про челлендж. Он сказал, лучше не надо, не снимай. Все, ребятки, я практически в деревне, а это означает то, что я смогу зайти погреться, блядь, хотя бы в какой-нибудь супермаркет или обычный деревенский магазинчик. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Я уже в самой деревне, это хорошая новость. И сейчас, я думаю, мне нужно заказывать попутку. Я это делал всего два раза в жизни, и я даже не знаю особо азы вот этого всего дела, типа как-то руку вытянуть надо или что-то такое. Попробую, но вторая моя надежда, это найти какую-нибудь автобусную, либо остановку, либо электричку и поехать уже на таком транспорте. А пока что я вот где-то здесь. И еще вот в чем самый главный прикол, я, конечно, мог у него попросить еще, ну, как-то выпустить деньги, ну, чтобы на проезд как-нибудь доехать там через остановку, но что-то я об этом не подумал, да, и думаю, то, что вот если бы даже я и подумал об этом, это было бы очень некрасиво, и человек и так довелся меня, если бы деньги за тебя попросить, ну, это вообще некрасиво. Я, значит, шел по вот этой деревне, наконец-таки до нее дошел, и вижу машина сигналит. Я думаю, что-то странная штука, останавливается водитель и говорит, что тут делаешь, куда идешь, и я говорю, мне в город нужно, и он предложил меня довезти, вот сейчас еду в машине максимально. Я надеюсь, что я выиграю и вперед пацанов приеду туда, но пока что я вот выезжаю из деревни. Ребята, с горем попал, я добрался уже практически до города, я сейчас нахожусь на каком-то рынке, сейчас буду ловить попутку или как-нибудь проеду зайцев в автобусе или маршрутке. Весел автобус, мне добрый человек помог, и вот, сейчас еду до города. Друзец, ребята, я заебался уже идти. Сейчас я уже дошел практически до города, и там буду думать дальше, что делать. Но вряд ли тут будут останавливаться машины, ну, потому что скажут про себя, чел, вон есть автобусы, есть маршрутки, поезжай на них. Спасибо, до свидания. Ну все, добрался я до цивилизации, наконец-таки, меня практически до самой станции метро довезли. Я на самом деле не ожидал такого развития событий, я просто шел по этой деревне, и вижу, какая-то тачка едет и сигналит. Я думаю, что нужно, потом открываю дверь, типа, особо ничего не успел подснять, открывать дверь, типа, мужик спрашивает, что, куда тебе довезти? Я говорю, ну, мне хотя бы до города. И он ехал вот до вот этой точки, я думаю, кто-нибудь знает, где это. И я говорю, ну вот, если вы до сюда доедете, довезите меня. И тут до метро вообще совсем немного осталось. Ребята, мне сегодня очень сильно везет. Я сейчас попросил тоже у мужичка немного денег на проезд, сказал, дома деньги оставил. Ну, что поделать, хочется же выиграть челленджи. И вот мне отдали. Ну, тут будет на проезд. Я думаю, я сейчас дойду до метро. До метро дойти, может быть, час. И там я себя на метро и прямиком доеду до центра. Еще самый прикол, который со мной произошел, пока я ехал, типа, я смотрел в окно и видел, как Кирей стоит около какой-то трассы. Там еще был пост какой-то полицейский. И вот он там стоял, просто ждал какую-то, наверное, попутку, ловил или что он. И, судя по этим данным, мне кажется, то, что я их всех обгоняю. И при том, при всем, я еще изо всех ног бегу к метро. И там уже, надеюсь, прям доеду до конечной точки. Ребята, я только что посчитал, сколько мне дал тот мужичок. И его донат составил 57 рублей. И это мне хватит на проезд на автобусе до метро и на метро до центра. Я изо всех ног продолжаю двигаться к метро. И мне осталось только достать деньги. Как-то, я не знаю, у меня с собой есть конфеты, шоколадки. Я попытаюсь их обменять на деньги либо просто у кого-то попросить. И, как мне кажется, то, что я сейчас самый первый вообще в этой всей игре и обгоню пацанов и выиграю бабки. Потому что условие таково то, что проигравший дает деньги победитель. То есть второе место, кто занимает, он ничего не теряет, ничего не получает. И мне вот буквально осталось меньше 500 метров где-то до метро. Все, ребят, я около метро. Осталось только найти деньги, у кого-то попросить буквально 30 рублей на проезд. Это самая сложная часть, я не знаю. Потому что пока все до этого складывалось максимально хорошо. Фух, в общем, ребят, все, я на получается на Маркса. Сейчас моя задача будет как-то выпросить на проезд на метро. Но я уже сейчас буду в центре города. Ну, точнее, доберусь через метро в центре города. Здравствуйте, ребят. Не могли бы 30 рублей дать, пожалуйста? Нет. Я могу вам дать конфеты? Нет, нет, нет. Спасибо, нет, нет. Ну, к сожалению, первые люди мне отказали, я не знаю. Попробую еще. Здравствуйте. Не могли бы 30 рублей дать? Перевезти могу, надо. Мне просто на метро нужно. Я тебе перевезти. А, давайте. 82. 67. Владислав. Да, да, да. 30 рублей? Да. Спасибо большое. Внизу? От души. А, улетел. Да, все. Все, ребят, счастье. Добрый человек мне дал 30 рублей. Сейчас остается только купить тикет на метро и все уже. Я думаю, выиграю. Это вообще быстро было максимально. Я даже не думал, что настолько получится быстро это все сделать. Все, короче, в метро. Осталось дождаться поезда и надеяться то, что оставшиеся пацаны, они еще где-то позади меня. Я доехал до самого центра и мне буквально осталось метров 500 дойти до именно той точки. И как мне очень-очень сильно кажется, то, что я выиграл пацанов, я вообще не знаю, где они. Но сейчас я дойду и попробую как-то с ними связаться. Как вы видите, уже в метро. И это означает то, что я выпросил деньги на проезд. Все, я на улице и вот оно место встречи. Огромная елка, 20 метров и я думаю, я выиграл, да. Здесь никого нет. Видимо, я правда выиграл. Я на елке, сейчас пацанам скину фотку, что я типа пригнал уже на базу. Я даже на самом деле, честно, не ожидал, что получится мне так быстро доехать, потому что какой-то мужик просто меня сам согласился, точнее, сам даже предложил подвезти. Все, я уже в метро. Это изи победа в челленджах. Я сейчас чекнул по картам и посмотрел то, что до того места, откуда мы начинали, около 30 километров, чуть меньше. И на все это время, что я сюда добирался, я потратил где-то 2,5 часа, а может даже и около трех. Кстати, тот чувак, который скинул мне 30 рублей на дорогу, попросил мой канал, я ему скинул. Надеюсь, он подпишется и посмотрит это видео. Спасибо тебе, если ты смотришь это. Так, ребят, вот он Ярик, я его вижу, он вот буквально подходит. Здорово, эй! Все-таки этот чувак первый у меня приехал. Хотя я первый по путку словил, я видел то, что он еще и ловил, но это вообще капец. И по итогу этого челленджа победитель я, и Кирей дает мне 5 косарей, но когда он приедет, мы уже это все решим. Опа, здорово! Я не знаю, как добрался Кирей, но он добрался самый последний, но вы наверняка это все видели, как он снимал и как он ехал сюда. Как-то так вот получилось. Я могу сказать то, что это было максимально жесткое испытание, было очень холодно, и максимально кринжово, допустим, просить деньги. Но в итоге я каким-то образом выиграл, я даже сам на это не надеялся, но так как-то получилось. Смотря на то, что я не выиграл деньги, ну, что я не прибрал, что я остался, ну, в нуле. А я хочу сказать, что я неплохо прокатился на фуре за 5000 рублей. Да, типа, это знаете, можно еще даже обозначить это видео, самое дорогое такси, типа, его подвезли на фуре за бесплатно, он в итоге мне опять косарей сейчас скидывает. Поэтому, ребят, вот на таком вот хорошем моменте можем заканчивать этот ролик. Я надеюсь, то, что он вам понравился, нам самим было, вот лично мне это все интересно делать, потому что какие-то испытания, какие-то кринжи были, и типа, какое-то приключение. Поэтому всем большое спасибо, вот это все делайте, лайки, подписки. Скоро новый видос, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok